сегодня поговорим о самом быстром варианте приготовления пиццы готовить я буду на основе армянского тонкого лаваша но прежде чем я приступлю к лавашу я приготовлю придуманный мною не знаю вот это уже делает соус на мелкой терке небольшое количество сыра значит сразу скажу для чего это требуется лаваш очень тонкий в один слой делать то в общем то получится не очень здорово и не интересно а вот так вот когда мы берем сыр далее его смешиваем с томатным соусом томатным соусом или томатной пастой ну тут кто как я вот предпочитаю что-то типа кетчупа в виде томатных соусов и вот такая смесь сыра соусом позволит добиться спаивания с ростами слоев я сюда еще добавляю масло такое примерно чайную ложечку там уже столовую ложку и вот это вот позволит слоям хорошо между собой соединиться значит теперь берем лаваш нет не очень удачный чем больше он по размеру тем лучше значит любителям квадратного можно ничего не делать я делаю несколько я два слоя сложил между собой беру тарелку и по кругу вырезаю прям в размер тарелки это же тарелка в дальнейшем пойдет и в духовку соответственно здесь у нас два кружка лаваша в это время ставлю духовку на 250 градусов на разогрев далее нижний слой промазываю вот этой вот назовем так сырный смесью накрываю второй лепешечкой это все дело то что края не до конца намазан это не страшно при соединении она расплющится внутри вот накрываю надавливаю теперь мы переходим уже сразу же на тарелочку надо выкладывать в этой тарелочке пойдет духовку что позволяет позволяет вот этих вот подворотов стандартным для пиццы и так далее избежать и соответственно остатками этого соуса мы промазываем верхнюю часть такая вот основа значит компоненты для пиццы ну сами знаете могут быть любыми на что у кого фантазии хватает потому что такая мусорная еда куда можно засунуть все чего в доме есть при условии того что у вас есть сыр вот смазали основу получили теперь мы на нее выкладываем колбаску я люблю пиццу с грибами хорошо подходит шампиньоны или вешенка но вот в отношении вешенки есть одна маленькая тонкость вот я вешенку заготовил заранее да ну вытащил вернее из упаковки вешенку желательно ошпарить предварительно кипятком потому что у вешенки характерная горчинка есть в отличие от шампиньонов я ошпариваю вешенку сейчас буквально там полторы две минуты и горечь оттягивается все нарезаем ее заполняем пиццу маслинки я их пополам разрезаю чтобы целые не класть можно добавить каперсы соленые огурчики ну тут уже дело вкуса можно спассировать лук добавить миллион рецептов пиццы как в италии так и по всему миру американцы майонезом еще все это дело промазывают на итоговый вкус это по сути дела не влияет томат чем толще вкусные наполнители тем вкуснее пицца как в известном фильме было сказано самое главное секрет баклажанов с сыром это побольше сыра вот я еще это дело перчу с мельницы и немножечко подсаливаю после на достаточно такой крупной терке закрываю все это дело сыром духовочка уже прогревается пицца уже стоит на тарелке посмотрите как это в принципе удобно то есть достал и разрезал сразу на стол вот сейчас духовочка до конца у меня разогреется я делал туда на 10 минут поставлю при температуре 250 градусов и покажу отправляем пиццу в прогретую духовку и и вот спустя 10 минут и вот и и и и и и и вот такая быстрая и прекрасная пицца и и